Слава Господу, я так понял, что успею, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твое присутствие, за эту атмосферу любви и радости. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь в этом месте. Сустрой сиркул Свою. Мы благодарим Тебя за Слово, которое Ты посылаешь к нам сегодня. Значит, если с открытий, то я принято от Тебя. Говори к нам сегодня, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще раз влагаю славу Господу. Слава Господу. Это всегда радость для меня, быть у вас. Веземчателни, люди. Аминь. И вижу, как Бог благоустраивает эту церковь, как созидает свое дело. И не без вас Бог делает. Бог делает все это через каждого из вас. Поэтому я очень рад за вас и за все, что вы делаете. Слава Богу за это. Аминь. Мы встретились на той неделе с Дэвидом. И говорили о папе, о пасторе, о том, что он уехал. И Дэвид говорит, наверное, ты будешь проповедовать. Я говорю, что нет. Я говорю, что может быть, это ты будешь проповедовать, а ты не знаешь. Оказывается, что это я буду проповедовать, а я не знаю. Слава Богу. Давайте откроем евреям. Послонник евреям. Послонник евреям. Послонник евреям. Пятая глава. И мы читаем с пятого стиха. Послонник евреям 5.5. Так и Христос не сам себе присвоил славу битвы священникам. Но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Как и в другом месте говорит. Ты священник вовек починумих мерхиседика. Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спаси его от смерти. И услышан беру за свое благоговение. Хотя он и сын, однако, страданиями навык послушания. И совершившись, делался для всех послушных ему вновнику спасения вечного. Быв наличен от Бога, превосвященником починумих еседика. Аминь. Я хотел бы, чтобы мы читали это демесописание, но в современном переводе. Потому что иногда в современном переводе не все сразу понятно. Потому что использованы слова, которые как бы устаревшие, которые мы не используем, используем, или обороты слов, которые мы не используем сейчас в разговоре. А современный перевод более ближе к пониманию для нас. Поэтому я читаю, если у вас есть современный перевод, можете уже открывать. «Ведь и Христос не сам принял на себя славу стать превосвященником». Бог сказал ему, «Ты сын мой, сегодня я стал отцом твоим». И еще в другом месте, в Писании, Бог говорит, «Ты стал навсегда священником, подобно Мехиседеку». При своей жизни на земле Иисус возносил молитвы и взывал с воплями и слезами к тому, кто мог спасти его о смерти. И услышан он был, ибо велико было его почитание Бога. «Хотя он и был Сыном Божьим, но научился послушанию через все, что притепел. И став превосвященным, он превратился в источник вечного спасения для всех, кто ему послушан. И Бог объявил его превосвященником, подобно Мехиседеку». Аминь. Писание говорит, что Христос не сам присвоил себе славу быть первосвященником. Не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Это говорит о том, что быть первосвященником, есть определенная слава с этим. Быть первосвященником – это престиж, это достижение. Славно быть первосвященником. Это так у евреев. Даже быть левитом – это место уважения. Они ничего не делали, чтобы быть левитом. Надо достаточно просто родиться. Но ты уже как бы в Божье избрание, ты попадаешь прямо в Божье избрание, и тебя уважают за это. А еще быть первосвященником – это Божье слава. И Иисус Христос, он не был искален на леви. Он был искален на юды. И не сам себе присвоил эту славу, не он сам выбрал себя быть первосвященником. Но тот, кто его поставил на это, то есть отец, Бог отец сказал, я нене родил тебя, и я буду отцом тебе. И потом в втором местописании, он сказал, я назначил тебя быть первосвященником по чину Мехиседека. Ты родился на то, чтобы достигать этого положения. Как и мы все, мы родились однажды, и притом дважды, однажды, но два раза. Первое, мы родились от своих родителей по плоти, и второе, мы родились от Бога свящей. Аминь. И поэтому, как бы у нас есть жизнь, мы живем, и то, что касается Бога, у нас предназначение, Бог спас нас для чего-то. Вы верите в это, что вы спасены не просто, чтобы просто быть спасены. Потому что, если бы Бог хотел только, чтобы мы были спасены, то, вы знаете, спаслись бы и сразу восхищение, и было бы хорошо для нас. Зачем нам находиться в этой плоти, в этом, на этой земле, и много страданий, и много всего, трудностей. То было бы лучше сразу после спасения и восхищения на небо сразу. Но у Бога есть определение для каждого из нас. Как и для Иисуса. Иисус прожил определенный срок времени на этой земле для определенного дела. Аминь. Богом назначен. Поэтому, как Иисус, так и для нас, что мы родились. Но Богом есть план для того, чтобы мы достигли. Алло, вы здесь? Иисус родился и должен достигать ранга или шин первосвященника. И Писание говорит, что он достиг этого. Иисус родился. Еще раз. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. И совершившись дветый стих, сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного. То есть он стал тем, кем Бог хотел через определенные вещи. Через определенные жизненные ситуации. И какие были, чтобы были определенные страдания, определенные вещи, через которые он должен был пройти. И слава Богу, он прошел и стал первосвященником. Первосвященник или священник это служитель, который стоит между Богом и людьми. Иисус есть посредник между Богом и людьми. Но он должен был этого достигать. Он должен был этого достигать. И путь, то, через что он должен был это достигать, это послушание. Он, можно сказать, что через послушание отца достиг того, что определил для него отец. Поэтому я назвал эту проповедь, как послушание отца величия. Есть величие у Бога, есть высоты у Бога. И если мы хотим достигать величия, то есть путь для этого. И это путь, это путь послушания. Это путь послушания. Вы знаете, послушание это то, что невозможно сделать без смирения. Мы не можем быть послушными без смирения. Почему? Потому что если мы делаем то, что мы хотим, если я хочу служить Богу или служить Богу и все, что я делаю это именно то, что я хочу делать то ничего особенного здесь нет. я и так хочу и не трудно слушаться это как ребенок который хочет играть и я потом родители говорили, что ну идите гуляй, идите на улице и я говорю, ого, вау ребенок хочет и так хочет мяч и родители покупают ему мяч и дают ему и говорят, иди на улицу играй вау ребенку не трудно делать то, что родители говорят ему делать вообще не трудно потому что он хочет это и так он хочет играть но когда ребенок не хочет у него другие желания а вы знаете, родители знают, что лучше для ребенка и родители говорят ему ты прежде чем пойдет гулять играть делать домашнее задание и тут испытываешься послушание ребенка это такой пример который как бы явно но бывает в жизни когда нам хочется все это делать потому что мы потому что то, что Бог говорит в своем слове это так нелегко это делать что мы хотим жить так как мы хотим но если ты будешь жить так как ты хочешь или скажем только так как ты хочешь ты не сможешь достигать всего что Бог определил для тебя аминь потом писание говорит Иисус Христос страданиями навык послушания то есть страданиями научился послушанию пут Иисуса Христа был нелегкий на этой земле хотя он был сыном Божьим но он должен был страдать пройти страдание если он хочет слушаться отца он хочет слушаться отца потому он должен смириться и сказать страдать я пострадаю но я хочу исполнить волю отца я сделал так как отец помните в Гефсимане последняя ночная молитва Иисуса он молился и говорит не моя воля но дабы твоя Иисус видел все он знал все что он должен пройти и он говорит я не хочу если спросить хочешь Иисус ты хочешь может нет я не хочу я не хочу унижения я не хочу позор я не хочу висеть на этом кресте проклятом маги маги я не хочу чтобы плевали на меня избивали меня я не хочу чтобы кровь текла я не хочу терпеть эти боли когда гвозди будут пронзать мое тело я не хочу умереть даже духовно не хочу умереть Иисус Христос до того как пострадал за нас не знаю что значит духовной смерти не знаю что значит быть отлучен от отца никогда не испытывал потому что он был без греха и он говорит я не хочу помните на крестинг говорит очень очень для чего ты оставил меня когда он взял грех всего мира на себя это был первый раз что испытывал что значит был оставлен отцом и он в это время в Гефсимане молился я не хочу если возможно чтобы эта шаша миновала но не что я хочу а то что ты хочешь хочешь вот это была молитва он вознес эту молитву с слезами и воплами он так громко молился что ученики которые были на расстоянии слышали он он страдал морально он страдал он попросил учеников чтобы поддержали его но они не могли долго его поддержать он прошел все это он тосковал говорит душа моя сколбит сметельно он говорит это ужас спереди я не хочу надо буду воля твоя не то что я хочу а то что ты хочешь и таким образом он научился послушанию то Иисус слушался не только тогда когда ему было комфортно и когда ему было удобно часто мы говорим что будем служить Богу когда нам удобно будет мы выбираем удобные моменты чтобы служить Богу то что нас устраивает даже после этого времени я начал думать о том что мы говорим свободное время что мы будем служить Богу когда свободное время то есть мы поставили все впереди Бога мы хотим делать все свое а потом если вдруг останется какое-то время мы тогда сделаем то что Бог хочет последнее время начали серьезно об этом думать что это то ли Бог имеет ввиду о послушании ему что что если даже мы открыли глаза утром мы лежим в постели то мы думаем вставать молиться читать Библию или когда нам будет удобно мы выбираем на какие собрания ходить на какие дела участвовать если только нам будет это удобно и иногда все выглядит как бы мы не обязаны мы не должны но об этом ли Бог говорит о послушании дорогие послушания идет вместо вместе с определенными страданиями Иисус Христос так послушался Отцу Он через страдания слушался Отцу был послушан не только Богу но во всем и Писание говорит что Он усовершившись сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного 9 стих 5 главы совершившись сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного то есть это говорит о том что Иисус стал совершенным в своем послушании или послушаться до конца Бог хочет чтобы мы послушались ему до конца а не то что послушались послушались а потом теперь живем так как мы хотим чтобы мы делали это до конца и тогда мы сами будем благословены и принесем благословение в жизни других людей когда Иисусу было 19 лет он достиг определенной этап своей жизни для евреев когда ребенок достигает 19 лет то он достигает определенной этап жизни он можно сказать ребенка ребенок но как бы уже самостоятельный в какой-то мере поэтому Иисус имел право делать некоторые вещи и он воспользовался этим моментом когда они были в Иерусалим он остался в храме с учителями и ничего в этом плохого он не видит но родители имели другие желания другие это и когда они видели что его нету среди родственников когда возвращались домой они вернулись искали его и когда нашли его в храме то мать сказала мы отец и я с великой скорби искали тебе все это время и писание говорит что Иисус сказал что очень важно Иисус сказал давайте откроем в англо тлуки вторая глава его о 해야 это без 49 стих. Иисус сказал, зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, чтобы належить Отцу Моему? Но они не поняли сказанных им слов. И Он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова, все все свое. Иисус же преуспевал при мудрости и в возрасте и в любви у Бога и у человеков. И когда Иисус узнал, что родители не поняли то, что Он сказал, Он пошел с ними. Он не стал отвечать, да, свое. Я же делаю дело Божие. Я прав. А то, что вас касается, мне все равно. Иисус говорит, нет, Он так не поступил. Но Он пошел с ними и пришел в Назарет, хуже города. И был в повиновении у них. Был послушание у них. Все это время, аж до 30-летий. Долго время ждал, пока Он стал в служении. Был в повиновении у своих родителей. Но удивительно, что Писание говорит, что Иисус преуспевал. И все это время. Понимаете, что иногда мы уже способны на что-то. Скажем, и в секве, и на работе. Мы уже изучили на работе всю систему, которая работает. И поэтому мы хотим свое открыть. Мы хотим свой бизнес. Никогда не беги впереди времени. Или мы в секве, и видели, как Бог нас помазал. Бог нас призывал. Мы чувствуем это внутри. Иногда даже как кажется, что помазали некоторые на нас. Не меньше, чем то, что на пастыре. Мы так хотим служить Богу. Иногда мы видим дальше, что можно было делать. Так, чтобы как-то было лучше. Но повиновение твое, твоему пастору, послушание. Или даже это правдное состояние твоего сестры к твоему начальнику. Твоим родителям, это так сильно перед Богом, что Бог все равно тебе благословит. Понимаете? Будь там, где ты. В повиновении. Представляете, бунт – это грех. Ты можешь все делать для Бога. Ты можешь лучше проповедовать. Ты можешь получать лучшее откровение. Но потому что в твоем сестре есть бунт. Это не угодно Богу. Это противление, которое в твоем сестре не угодно Богу. Поэтому Бог сказал, не уделившись в сожжении лучшей жертвы. Как там написано? Жертвы, да. В сожжении лучшее послушание. Послушание приятнее Богу, чем только обновь. То есть Бог санит нашего послушания. Ему и тем, которые поставлены выше нас. Аминь. Иисус был повиновен у родителей, но преуспевал. Это не сделало его успех меньше, дорогие. Не сделало его успех меньше. Проспевал в премудрости, а даже в возрасте и в любви о Бога и о людей. Его успех был и перед Богом, а также перед людьми. Аминь. Поэтому написано, смиритесь под крепкую руку Божью. И Он в свое время, то есть Бог, в свое время вознесет тебя. И возвышение, дорогие, не отпустили. Возвышение приходит от Бога. Если Бог начинает тебя поднимать, то это успех. Знаете, есть духовные законы, которые действуют. Есть духовные законы, которые действуют. Есть принципы со свободой. Или правды со свободой. Правильные принципы со свободой, которые работают. Когда мы нарушаем их, мы пострадаем. А когда мы живем по них, мы будем благословены. И один из принципов, это гласить, что возвышающий, сам себя унижен будет. А унижающий себя возвысится. Это принципы со свободой. И когда мы нарушаем, мы будем страдать. И мы не достигнем того, что Бог определил для нас. Мы не достигнем. И не Бог виноват, а мы сами нарушаем. Так и в этом мире есть законы. Есть физические законы, которые работают. Есть экономические законы, которые работают. Если, допустим, я хочу заниматься бизнесом. Я такой добрый христианин и покупаю, допустим, товар. Я купил товар за 5 гривен. И такой я добрый, добрый, добрый продаю за 3 гривен. И хочу делать прибор. То я нарушаю нагло экономический закон. Почему? Потому что я купил и издержал издержки, а потом продаю меньше. И хочу делать прибор. Не будете. Прибор не будете. Но другое дело, когда Бог сказал тебе, когда это другой закон действий, закон веры. Это другой вопрос. Потому что закон веры выше, все остальные законы. Закон любви, это самый высший закон, да? Это другой вопрос. А эти законы, они действуют. Или физический закон. Есть такой закон гравитации. Почему? Когда мы прыгаем вверх, мы не улетаем где-то в воздухе. Мы приземляем. Потому что есть закон. И когда люди нарушают этот закон, многие, которые прыгнули с девятого этажа, они разбились. Правда, они нарушили этот закон, который дан для блага человека. Поэтому в духовном смысле тоже есть законы. Есть законы. И то, что касается послушания, смирения, это важные законы, которые готовят нам путь к благословению. Аминь. У Бога есть великое место для тебя в его садстве. Поэтому послушание поможет тебе достигать того, что Бог приготовил для тебя. Ни послушание не приведет тебя туда, где Бог хочет, чтобы тебя не приведет. Ты сам прикрой себе дорогу. И не Бог виноват в этом. Аминь. Халлелуя. Поэтому сегодня мы принимаем решение идти так, как Иисус. Дти так, как Иисус. И в Филипписам 2 главе 5 стих написано. В вас должны быть те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. В нас, верующие, должны быть эти же чувствования, эти же мысли или понимания, стремления, как во Христе Иисусе. Потому что Он, будучи образом Божиим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничтожил себя самого. То есть, Иисус был Сыном Божиим. Он и есть Сын Божий. Но, зная это, Он все равно пришел к нам, как раб, как человек. Он уничтожил себя, смирил себя. И, впоследствии, стал великим. И это тот путь, который есть для всех нас. Ты много знаешь, я знаю. Ты много познал. Потому что, если ты ничего не знаешь, ты не способен ни на что, то о каком послушании, о каком смирении говорить? Ты так ничего не знаешь. Те, которые скромно о себе думают, они имеют, они способны, больше способны быть смиренными. Многие люди думают, что знают, в то время, когда они не знают. Кто думает, что знает, пусть знает, что он не знает, и как должен знать. Аминь. Поэтому послушание, наоборот, или смирение для тех, которые что-то уже имеют, которые что-то достигли уже в жизни. Я всегда говорю, что тем больше Бог поднимает тебя, тем ниже ты должен смириться. смирение не имеет смысла в жизни те, которые ничего не имеют, ничего не достигли. Но потому что что-то уже есть в твоей жизни. Чего-то уже достиг. Тебе нужно смирение, чтобы идти вместе с кем-то. Так Бог устроен. Так Богу угодно. В Евангелии от Матфея, 18 глава, первый стих, ученики приходят к Иисусу и задают очень важный вопрос. Они говорили, кто больше в царстве небесном. Кто больше в царстве небесном. Скоро всего, ваши ученики хотели быть великими в царстве небесном. По-моему, в 20 главе сыновей заведевых Яков и Ян приходят с Матери к Иисусу и говорят, сделай так, чтобы в твоем царстве грядущим. Один сидит по правой стороне, второй по левой стороне. И это показывает, что у них было желание быть великими в царстве небесном. Я думаю, что Бог тоже хочет, чтобы мы были великими. Иисус не осуждал их за это желание. Он не говорит, что нельзя так думать. Вы думаете о себе нескромно. Нет. Он просто говорит, не знаете, чего просите. и говорит, можете ли креститься крещением, которое крещуешь? Окрещение смелете умереть для себя. Мы не должны умереть, как Иисус умер на кресте. Он умер за всех, но для того, чтобы мы умерли для своего Я, чтобы мы умерли для своего Его, для своего воли. Я так хочу, а больше другого не знаю. Чтобы мы умерли для этого. А потом говорит, можно ли пить шашу, которую пью? Они говорят, можем. Иисус говорит, что будете пить. Что это за шашу, это шашу страдания? Через что Иисус научился послушанию. Чтобы всякое послушание Его было через страдания. Я говорю, и вы будете пить шашу, который пил. Готовили мы пить шашу страдания Господа, чтобы послушаться Ему. И Господь говорит, то, что Он говорит в Слове, чтобы мы делали. То, что пастор говорит, чтобы мы делали. то, наставник говорит, что мы делали. Если дадим это, делали. делали. Субтитры создавал DimaTorzok